Москва В Москве всегда был туризм, только он был двойной, получше для иностранцев и немножечко похуже все, что осталось для советских граждан, что сделано за последние 8 лет. Москва создана удобной для москвичей, в первую очередь. Для москвичей созданы все инфраструктуры, которые они могут пользоваться, где работать, где отдыхать, где поесть, куда в кино сходить, где отдохнуть в парке. И вот этой инфраструктурой созданы для всех, для москвичей и гостей столицы, будь то иностранцы или это туристы из России, одиночные или группные. Вот все это создан и пользуется. То есть совершенно другой подход к туристической деятельности. У нас событийный туризм. Приезжают люди, которым интересно это направление. Приезжают из разных городов России, очень много из регионов. Конечно, даже уже стали приезжать иностранные граждане, которые не только участвуют как участники конкурсной программы, но и как просто посетители, которые знают, что такое московский международный фестиваль садов. Потому что он действительно профессиональная такая площадка, которая привлекает людей, которым нравится ландшафтный дизайн, садоводство, цветоводство. Приезжают специально посмотреть на творения наших ландшафтных дизайнеров. Спасибо большое. Стало очень популярным использовать и набережные Москва-реки, и водные массивы для того, чтобы туристы ходили по воде. Мы выступили в свое время с инициативой сделать так, чтобы набережные сделали пешеходными, и вот правительство это сделало. Большое спасибо. Количество туристов очень увеличилось на пешеходных набережных. Мы хотим сделать проект в Завидово, в Малое Завидово, куда планируется сейчас перенесение транспортно-пересадочного узла. Это туризм на Волге и путешествие по Волге на кораблях. Экспорт российского образования за рубеж, он формирует как экономическую составляющую, так и политическую, так же и в общем целом позиционирование Российской Федерации за рубежом. Что же касается комфортного, качественного проживания иностранных студентов, которые желают учиться в Российской Федерации, здесь у нас, к сожалению, пока вот эта проблема. Решение этой проблемы может быть вот наша большая программа. Мы находимся на урбанистическом форме, и с точки зрения дизайна самого здания, внешней интеграции его в пространство городской среды, а также внутреннее его наполнение здесь играет огромную роль. Это абсолютно новое здание, это не реконструкция старого фонда. Она изменит облик российского образования с точки зрения позиционирования его, что позволит молодежи стремиться попасть в Российскую Федерацию, потому что и этот сегмент будет решен. Мы готовим наших специалистов, которые понимают, что работая в гостинице, их гостиница является частью города и частью страны. И они должны, и в этом их выигрыш, помогать людям открывать для себя город, страну, появлялось еще устойчивое желание поезжать, а не просто пришел, приночевал, дверь закрылась, и ты не наш. Вот это единая система, а туда это участие всех гильдий, всех предпринимателей. Радушное российское гостеприимство славилось во веки веков, и мы собираемся это все восстановить. Развиваем народные промыслы, как жель, хохлома, жестов, ну и прочее, прочее. Открывается новая площадка Московской области, этнопарк, где будут представлены все народные промыслы, слегка забытые, назовем так, в России. И я думаю, что, во всяком случае, с учетом того, что это единственная зеленая стоянка, так называемая, для причаливания теплоходов Московской области, ежедневное посещение прогнозируется нами до тысячи человек в день. Я думаю, что все это делается под флагом Московской торговой промышленной палаты. Всем сумеют увидеть действительно, как жила Россия раньше, как она живет сегодня, и как она будет жить в будущем. Все лучше, краше, ее привлекательнее. Субтитры создавал DimaTorzok